Самое интересное, что ты понимаешь причины, когда уже экзамен сдам. Потому что этот мир так устроен, что если бы мы понимали, почему мне такой человек дам, то тогда бы проблем никаких не было. Проблема в том, что мы не понимаем. Это означает, что надо сдавать экзамен, чтобы понять. Когда человек уже понял, какие проблемы, вот мне достался такой человек рядом. Я, где-то три дня до того, как я сюда приехал, передо мной я видел глаза женщины, у которой ребенок психически недоразвит. Я видел в ее глазах жуткое отчаяние. Ну, она приехала лечить этого ребенка, чтобы я как-то ему помог. Она, видно, что было не сильно много рассчитывать, но хотя бы чуть-чуть, чтобы он получше стал. Я увидел в ее глазах вот это чувство сильного неудовлетворения тем, что так получилось, что такой ребенок родился. И я не стал лечить ребенка, я посадил ее рядом с собой, и мы начали с ней общаться. Я объяснил, что есть два типа людей в этом мире. Одним людям Бог дает простые экзамены, а другим дает сложные. Все зависит от того, как ты прожил прошлую жизнь. Если ты возвышенно жил прошлую жизнь, сильно и чисто, тогда Бог дает тяжелый экзамен, потому что ты сильная душа. Как на санскрите звучит «Махатма». «Маха» означает «большая», «атма» означает «душа». Большая душа, сильная душа. Тебе Бог дает большие экзамены. Если ты слабенькая душа, маленькие экзамены. «Моя хата с краю, ничего не знаю, наплявать, наплявать, надоело воевать». Маленькая душа, такая у тебя жизнь, нет проблем. Я ей сказал, что вот смотрите, сейчас вам Бог дал вот такой экзамен. Потому что Он рассчитывает, что вы можете его сдать. Никогда человеку не дается экзамен, который он не может сдать. Когда человек сдает большой экзамен, я заметил, что все люди, которые просто успокоились рядом с детьми-инвалидами, они все качественно выше внутри, качественно выше, чем все остальные люди на Земле. У них просто само присутствие инвалидов в семье уже дает им возможность стать другими людьми, намного выше сознания. И поэтому радости совершенной в таких людей в жизни гораздо больше. Хоть все остальные об этом могут за всю жизнь не узнать. Но мы же живем не для того, чтобы кто-то там что-то узнал. Есть же другие вещи, которые более глубокие. Я об этом сказал. И когда это сказал, она в сердце очень сильно обрадовалась. Мне в сердце возникла радость. Она поняла, что происходит. Почему так в её жизни происходит? Почему у неё такая судьба? Зачем? Потому что она может сдать этот экзамен. Вы скажете, ну только не мне, только не мне. Второй пример. На девушку никак не могла выйти замуж. И я несколько лет подряд ей говорил, как надо женские качества развивать. Там она развивала. И всё равно никаких вариантов. Потом она говорит, ну посмотрите внимательно. Может мне вообще не положено замуж быть? Я посмотрел, вижу, точно не положено. Я говорю, вообще как бы невозможно выйти замуж. Она говорит, и что значит? Что это значит? Я говорю, это значит, что надо идти в монастырь. И она такая, я так и знала. Она обрадовалась вот так и сказала вот такую вещь. Но вы бы не обрадовались. Видите, каждому человеку даётся своё в жизни. То, что ему положено. И радость её указала на то, что был правильный ответ от меня прозвучал. Правильный ответ. Скажут, ну в монастыре нет счастья. В монастыре в 10 раз больше счастья, чем вы можете себе представить. Там люди живут настолько глубокой жизнью, что нам и не снилось вообще. Это не для каждого человека такая жизнь. Все тут подумали, не для меня точно. Согласен? Так, движемся дальше. Дальше уже ещё выше. Понимаете? Хотя бы до этого уровня добраться, чтобы поступать так, как надо, а не так, как хочется. Потому что всегда есть выбор. Или поступаем так, как надо, что непонятно. Или так, как хочется, что очень понятно. И легче, и понятнее. Вот в этом заключается экзамен. Понимаете? Потому что есть Писание, там ничего не понятно. Зачем жить с тем человеком, который... Зачем подставлять вторую щёку, когда ударили по первой? Бред полный. Знаете, как индусы победили англичан? Независимость получили. Был один человек, которого звали Ганди. Юрист по образованию. Это индус. И он очень глубоко понял, как устроен этот мир. И понял, как побеждать. У него знание о победе раздилось в сердце. И он понял, что побеждает тот, кто остаётся безупречным в поединке с неравным соперником. И в результате он начал учить. Первое, что он сделал, это в ЮАР была забастовка. И он объяснил всем, сейчас вас будут бить, не сопротивляйтесь. Не ругайтесь, не кричите, прощайте этим агрессорам. И тогда вы их победите только. Так как он очень убедительно говорил, они сделали так, как он сказал. И в результате этого поступка, что никто не сопротивлялся, и они не уходили, их били, они не уходили и не сопротивлялись, поэтому с ними ничего невозможно было сделать. У них было требование, требование вполне справедливое, как к ним надо относиться. Их пытались убрать с этого места, где они там демонстрацию устроили, но они не уходили и не сопротивлялись. Но в результате их там как-то стащили оттуда, что-то сделали, но потом вся пресса начала кричать о том, что есть человек, который победил вот этих вот в ЮАР, этих вот людей, которые там эксплуататно как бы занимались вот этим вот. Этот человек потом поехал к себе на родину, в Индию. И он стал национальным героем с самого начала. Знаете потом, что происходило? Ганди говорит, сегодня не работаем. Ганди просто сказал, он же, у него не было средств массового интернета, не было, просто сегодня не работаем. Ну имеется в виду через неделю. Через неделю вся страна не работает, ни один человек не работает. Потому что сказал Ганди не работаем. Знаете, какая сила, его убить нельзя было, потому что если убить, всех бы это англичан просто порвали бы сразу. Там стотысячная армия всего была против почти миллиард населения. Просто порвали бы их всех сразу. Понимаете, не понимали, ничего не могли с ним сделать. И он просто пришел к ним в один момент и говорит, ну вам надо уходить из страны. И мы вам даем хорошие условия. Будем с вами сотрудничать, будем торговать и все прочее. И сказал им, что будет. Так как они верили ему, кстати, англичане тоже верили ему, его услову, так же, как все остальные. Они без всякого просто взяли и освободили страну. Представляете, один человек победил целую страну. Один человек победил. Вот это вот подставь другую. Он так действовал все время. Никогда не сопротивлялся насилию. И всех учил этого. В результате появилась такая сила, что с ней невозможно было справиться. Но это не значит, что мы должны всегда так же поступать. То есть воин должен защищать страну. Ну там, танки идут, надо сражаться с танками. Это все понятно. Но я сейчас сказал, какая сила выше. Когда противник неравный, можно вот так победить. Но для этого ты должен быть таким человеком. Ты должен быть сильнее. Его много раз к нему бросали, вытаскивали, потому что были демонстрации против того, чтобы он сидел там. Ну то есть, понимаете, он один просто так себя вел, что никто не смог ничего с ним сделать. Видите, есть правило, закон священных писаний. Хотя бы один закон, если ты понял, тогда ты становишься огромной силой, личностью. Допустим, есть такое качество — простота. Простота. Это святое качество. Качество святого человека. На первый взгляд кажется, что простота — это фигня. Надо быть, наоборот, крутым. Надо одеваться круто так. Показывать, что ты нормальный мужик. Понимаете? Но Ленин, он не показывал никому, что он нормальный мужик. Он имел вот эту силу. И когда он выходил к людям и говорил, товарищи, все сразу становились его не просто по слову, а по жизни. Люди жизни за него отдавали. Просто за этого человека отдавали жизни из-за того, что у него было это качество — простота. Одно качество всего характера. Или другое качество характера святой Личности называется решимость. Я не говорю, что вот сейчас святая Личность обладала этим качеством, как и про Ленину тоже и не считаю, что это свято Личность. Просто привожу примеры о том, как люди интуитивно, желая того, не желая, просто следовали Священным Писаниям. Например, качество решимости. Как вы думаете, кто и обладал этим качеством? Гитлер. Да, то есть... Там он выходил к людям, начинал громко что-то говорить. Народ столбенел просто от его решимости. То есть все видели, что этот человек может действительно сделать то, что он говорит. Понимаете, у него была такая сила. Мы не будем сейчас говорить, что из-за чего было. Мы говорим сейчас о том, что есть какие-то черты характера, которые дают счастье в жизни. Мы не будем подробностей говорить. Да, Ганди, он был таким человеком. Он со своей женой жил священную жизнью. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Нам это не поможет. Нам поможет то, что мы хотя бы поймем, что есть, это есть, это существует. Вот, допустим, если проанализировать личность Сталина, что дало ему возможность побеждать, быть, управлять страной? Что ему дало? Какое качество? Решимость? Нет. А? У него было терпение. Он был очень просто железно терпеливым человеком. Железно терпеливым человеком. У него была сила терпения огромная просто. Сталина. И вся страна на этой силе терпения держалась всю войну. Понимаете? Так далее. Есть много великих Личностей. У каждого есть хотя бы одна черта характера, которая делала его победоносным человеком. Но вот, допустим, в семейной жизни есть простые черты характера, которые дают силу в отношении. Допустим, вот смотрите, изначально, самые начальные базовые какие-то вещи, которые дают силу. У женщины нельзя, женщине нельзя, когда она создала семью, думать, просто думать, так настраиваться, что я могла бы себе найти получше. Вообще так нельзя, даже мысль такую нельзя допускать. Если допустила до свидания мужик, мужика понесло, потому что мужчину рядом с женщиной держит это чувство верности, её верности женской. Мужчине ни в коем случае нельзя допускать идеи, что он слабее в чём-то своей жены. То есть он должен быть очень сильным рядом с ней. Что бы ни происходило, он не должен показывать свои слабости. Это тоже верность уже с мужской точки зрения. Понимаете, есть какие-то правила, которые надо соблюдать. Если ты без правил живёшь, значит жизнь будет фиговая. Вот и всё. Это то, о чём мы и говорим сейчас. О том, что сказал Святой Францис, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле этот пример правильной жизни. Правильной или Святой — это одно и то же. Разницы никакой нет. Пройдя немного далее, Франциск опять позвал брата Льва, запиши ещё, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, имеется лечение тела, изгонять бесов, имеется лечение тонкого тела, или делать духовно слепых зрячими, это лечение души уже. Запиши, что и в этом не будет радости совершенной. Движемся дальше, да? Пошли вперёд. Вот смотрите, первое, что человек в своей жизни достигает — мира в своей душе. То есть смотрите, всё зависит от того, насколько у тебя сильный контакт со святостью, с чистотой. Первая стадия жизни — детская стадия, когда человек на уровне детском сознания находится. Я могу. Это вообще не воспринимается как то, что может сделать человека счастливым. Это просто невежество. И всё. И некоторые люди до всю жизнь достигают каких-то высот жизни, но так как они... Вот это «я сказал», «я могу». То есть они рассчитывают только на себя в своей жизни, поэтому вот здесь у них ничего нет. Просто одни понты. То есть отношений с собой глубоких нет в результате. Если человек верит в святость, в чистоту, у него есть как бы вера, у него есть пример чистой жизни перед его глазами. Он верит в человека, который связан с Богом. Не просто в человека это означает создать себе кумиры, а верить в человека, который связан с Богом, это уже не создать себе кумиры, потому что человек, который связан с Богом, он никогда как кумир себя не ведёт. Он ведёт себя всегда как слуга, очень смиренно. Чем сильнее человек возвышен, тем меньше он себя считает возвышенным. Понимаете? Это очень важно знать. Итак, чем больше вот этой связи, тем сильнее человек справляется со своей судьбой. То есть у него в сердце появляется уже вот здесь вот мир в душе или спокойствие. Большинство людей живут беспокойно очень в жизни. Они постоянно беспокоятся о своей судьбе, о проблемах. Но есть люди, которые в результате внутренней жизни достигают спокойствия в сердце. Что бы ни происходило, они в состоянии спокойствия находятся, принимают судьбу. Спокойствие означает принятие судьбы. Иногда им требуется время, чтобы принять, но они уже знают, что они примут. У них есть это знание. Это самый первый этап счастья, быть счастливым. Самый первый. Есть ещё второй. На втором этапе человек начинает это чувство счастья передавать другим уже. Судьба продолжает его испытывать. То есть люди все вокруг такие, какие они были. Ничего не поменялось. То есть они каблучат, делают своё, мучают нас. Но когда человек на втором этапе находится, сначала физически он делает лучше людям, потом психически и потом душевно. Понимаете, что значит исцелять? Это означает что-то передать. Это не механический процесс. Нужна сила внутри, чтобы исцелять. Это означает, что у тебя уже там всё нормально внутри. Если ты там лодку напился, накурился, то я вам помогу. Но ты себе сначала, брат, помоги, а потом уже пытайся кому-то другому помочь. Понимаете? То есть, чтобы другому помочь, надо сначала, чтобы уйти там, что-то было внутри. Если что-то было. Понимаете, о чём говорю? То есть первый этап — это совершенная жизнь, пример. То есть ты сформируешь внутри себя вот это спокойствие или мир в сердце, радость. Ты побеждаешь судьбу сначала внутри, потом уже начинаешь помогать другим людям. Если человек кому-то помогает в жизни, это не значит, что он уже там, у него полный мир. Просто бывает у человека какой-то отсек в жизни, где он силён. Вот кто-то, допустим, силён в том, чтобы заботиться о других. Женщины часто сильны в заботе. Мужчины, допустим, часто сильны в том, чтобы дать правильный совет. Но если человек даёт правильный совет, значит, в этой сфере он уже победил свою судьбу. Иначе совет будет неправильным. Понимаете, о чём я говорю? То есть о следующем этапе. Святой Францис здесь говорит о следующем этапе, что есть ещё более высокий способ жить. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим, Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце поутру, Пусть оно заходит в дом. Да? Счастье сравнивается с солнцем всегда. Потому что в Ведах описывается, что душа, она маленькую природу имеет. Мы маленькие душевные искорки. А высшая истина или Господь, она как солнце, очень огромное душевное. Это, по сути, одно и то же. Маленькая искорка и большое солнце — это одно и то же. Но когда искорка летит от солнца, она теряет себя, гаснет. От солнца означает жить своими заботами, Просто тем, что у меня в жизни есть. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, Не уповай на чудо, Спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает разворот к солнцу. Дорога добра. Спроси у жизни строгой, Какой идти дорогой? Куда по свету белому Отправиться с утра? Иди за солнцем следом, Хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, Всегда иди дорогою добра. Видите, то есть дорога добра означает к солнцу. Повернуться к солнцу. Это аллегория, сравнение. Потому что солнце находится вот здесь, в сердце человека, то есть от сверхдуша. То, что указывает нам истину. Когда человек тело оставляет, то он видит свет в туннеле. Туннели — это психические каналы, по которым душа выходит из тела. А свет показывает сверхдуша. Или голос совести, голос истины, удача. Удача там находится внутри. Сверхдуша показывает удачу. Допустим, девушка увидела молодого человека. Один вариант. Что получился? Что получилось? Она увидела. Что получился? Один вариант. Сердечко. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас будем наслаждаться. Кайф. Один вариант — это кайф. То, чего так сильно хотели большевики. Кайф. Теперь второй вариант. Она увидела молодого человека, и у ней вот здесь вот спокойно стало. Она поняла, что с этим человеком всё будет хорошо. Спокойно. Вот здесь спокойно. Это уже не кайф. Это значит, что сверхдуша сказала «Правильная дорога, идём, товарищи». Дом решили покупать. О, вот этот дом. Кайф. Цена маленькая. Дом хороший. Быстрее берём. Один вариант. Второй вариант. Дом увидели, хотим покупать. Нормально. Спокойно. Нет. Быстрее. Просто спокойно. Чувствуете разницу или нет? То есть сверхдуша или вот эта совесть, или голос истины, или удача, она всегда даёт просто ощущение мира или спокойствия. Она не даёт быстрее. А быстрее — это не сверхдуша. Это значит, что надо подумать. Если хочешь быстрее покупать дом, надо подумать. Может, не надо вообще его покупать. Или надо успокоиться, подождать, когда в спокойном состоянии ты будешь думать об этом. видите, всё в нашей жизни связано с внутренней жизнью сначала внутренняя жизнь, а потом внешний поступок сначала преддействие, потом действие, веды говорят и преддействие это главное если ты внутреннюю жизнь не оформил, то там уже ловить нечего перед тем, как экзамен сдавать, сначала в сердце мир почувствуй а потом иди сдавай уже иначе там ничего не будет хорошего потому что если у тебя в сердце мир и ты с наглыми глазами держишь билет, который ты не знаешь ответа не бойся, иди, садись и пиши и даже если ты написал не то, у тебя в сердце мир тебе всё равно троечку поставят, а не двоечку тебе скажут, ну мы чувствуем, что ты учил но если у тебя ты не учил, в сердце мира не будет ты сверхдушу не обманешь если ты на Бога полагаешься во всём Он тебе даст правильную оценку в любом случае но если ты просто делаешь вид, что у тебя в сердце мир ни хрена не получится потому что вот это вот не обманешь там внутри это невозможно одному итак, видите, есть люди, которые могут помочь вот этот тут вот скажет Олег Геннадьевич, а кто мне может вылечить? кто меня может помочь? вот здесь тебе скажет вот помолись, посиди, подумай вот здесь тебе скажет может один человек выйти или другой, неизвестно вот здесь скажет никто Олег Геннадьевич, кем мне работать? как у меня природа? я провёл, это правильно, спасибо я провёл такой эксперимент сказал человек, какая его природа, кем ему работать как я чувствую, воспринимаю потом, на следующий день я подошёл к нему и сказал его вы уже пошли в этом направлении? знаете, какой был ответ? который я знал, что такой будет ответ человек мне сказал что-то у меня возникли сомнения я тогда ему задал закономерный вопрос а зачем вы меня спрашивали? мне было интересно вот это хороший прикол, да? есть вещи, которые никто не сможет помочь Олег Геннадьевич, какую мне девушку замуж взять? вот эту дальше что будет? ничего не будет знаете, о чём я говорю? что есть вещи, которые самому надо сдавать кем не работать, как не жить сам сдай этот экзамен никто тебе не поможет снаружи за кого замуж выйти? кто мой наставник? какая моя вера? никто не знает ищи двигайся вперёд, изучай установи отношения с этой штукой называется внутренняя жизнь ради неё все священные писания написаны и пройдя ещё немного Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему запиши, что если бы мы были такими проповедниками что дали духовное знание всем, кто его не знает запиши, что и в этом не было бы радости совершенно смотрите, третий этап развития человека первый этап мир в сердце пример праведной жизни человек живёт ради этого примера он не то, что мужа хочет удивить или жену просто человек живёт праведной жизнью знает, что это точно приведёт к счастью и это приводит точно к счастью точно вот здесь мир в сердце наступает сразу, как только человек делает правильный поступок сразу попробуйте и увидите, что это работает просто жена приготовила мужа и не садится ждёт когда он спасибо скажет а просто вот приготовила и всё, чтобы он был счастлив и поел женщине очень легко служить очень трудно отдать своё служение она всегда ждёт ответа назад мужчине очень трудно служить но ему легко отдать видите, мужчине легко отдать и он говорит, берите всё мне ничего не жалко что тебе подарить может этот рассвет у меня для тебя невозможного нет да? что тебе подарю человек мой дорогой как судьбу благодарить что свела меня с тобой ну то есть мужчина ему ничего не жалко вообще ради любви а женщине жалко но она готова служить она легко может отдавать свою жизнь, себя ну должок и то и другое означает что мы не бескорыстные люди но смотрите есть секрет если женщина готовит пищу думая о Боге то тогда в её сердце входит способность просто отдать её мужу потому что вот это вот что взамен она получает во время приготовления когда женщина просто выполняет свой долг она готовит для Бога искренне для удовлетворения Бога плюс то в этот момент когда она так настроена для Бога думает о Боге в это время она получает возможность с радостью отдать то что она приготовила И это вызывает благодарность в сердце мужчины и вызывает силу в сердце женщины, которая приготовила. И он становится зависим от неё. Эта зависимость называется вера, верность. То есть, видите, настоящая любовь, она имеет природу нечеловеческую. Если между людьми есть Бог в жизни, он может проявляться не как алтарь, допустим, просто как вера в отношения или в то, что мы друг для друга созданы, что это не зря мы вместе, это уже присутствие Бога в отношениях. Люди осознали это, то тогда в этом случае они будут счастливы. Если они просто живут, даже, вот смотрите, почему люди не расписываются? Потому что они не верят в отношения. Они хоть и говорят, мы же доверяем друг другу, поэтому не расписываются. Если доверяете, идите, распишитесь. У нас другая философия. Здесь философия ни при чём, понимаете? Есть только одна проблема. Или ты веришь, что Бог создал отношения, или ты даёшь себе возможность потом кого-то другого взять. Вот в этом вся философия. Женщина думает, я не буду с ним расписываться, потому что он мне не предлагает. Тоже ему не верит. Тоже не верит по факту. А? А она знает, что делает? Она просто верит. Она верит Богу, что вот мне такой недоделанный достался не зря. Не зря такой недоделанный достался. И она ему говорит, Ты знаешь, я бы была очень счастлива, если бы у меня вот здесь вот было Обручальное кольцо Непростое украшение Двухсердец, оно решение Обручальное кольцо Мужу. Это её сила, понимаете? Женщина, сила женщины в том, чтобы мужа доводить до кондиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова